На порталах ЗГЭД поступил вопрос, почему сейчас появилось так много зависимостей? Это деградация общества или какие-то другие причины? И деградация общества, и другие причины. Даже светские исследователи отмечают, что для аддиктов свойственна незрелость, прошу прощения за язык не очень духовный, незрелость каких-то мероприятий установок, инфантилизм, если сказать физиологически, даже незрелость каких-то лобных долей. Как у нас развиваются лобные доли? Когда мы читаем, и смысл текста пытаемся принять к себе. То есть, когда мы вдумываемся, ищем решение, то наш мозг просто развивается, и когда у человека лобные доли развиты, это и есть сигнал совершеннолетия. Почему раньше было совершеннолетие 21 год, как мне кажется? Потому что примерно время сновидений лобных долей. В чем функция лобных долей? Как некоторые авторы считают, что именно их развитие помогает человеку преодолеть зависимость, потому что если у человека развита префронтальная кора, то она помогает человеку сохранять образ будущего и переключиться с одной дели на другую. То есть, если, например, человек курит гашиш, ему трудно объяснить, что ты знаешь, что ты губишь себя, потому что ты не получишь образование, ты не сможешь найти работу и так далее. У него еще нет физиологически того органа, который формирует образ будущего. И вот, по сути, если мы человека учим оценивать собственное поведение, думать о других, делать какие-то выводы, то хоть мы ни слова не говорим сейчас о зависимости, но мы помогаем уже избавиться от зависимости, потому что мы формируем ту основу, то, что сейчас называют субъектность, которая позволит человеку принять решение и переключиться с одной деятельностью патологической на другое. И, соответственно, можно сказать, что культура, которая утратила это смысловое измерение, которая перестала обучать человека, повышать ее духовно-культурный уровень, оставила человека наедине со своими какими-то инстинктами. Ну, и сейчас же очень модно описать, что нет ни свободы выбора, ни свободы самопределения, ни самосознания, что человек – это просто животное. Ну, книга Диксваба, да, «Мы – это наш мозг», известный нерландский, значит, он возглавлял институт мозга около 30 лет. И он так и пишет, что если ты родился таким, ну, живи таким. И человека не учишь, что да, ты, может быть, родился с какими-то склонностями, но есть возможность подняться над этим. И когда воспитательная функция, культура, и в том числе религия уходит, да, у нас сейчас просто надо понимать, что, в принципе, после 17-го года были расстреляны все, кто более-менее вообще понимал, в чем стоит смысл православия, остались ручейки какой-то традиции, которые до нас дошли через отца и на крестьянки и так далее. Но в целом мы почти завтра начинаем с нуля. И у нас, например, только-только сейчас уже пошли разговоры о том, что из себя представляет Иисусова молитва. А с 90-х и 2000-х было все как очень так, ну, жестковато, прямолинейно. И вот это воспитательного значения, которое раньше все-таки было в православии, как бы воспитать народ, не в смысле сказать, что вот это черное, это белое, а поднять уровень народу, чтобы он сам мог понять, почему нужно следовать за белым и отвращаться от черного, да. И, конечно, когда эти смысловые вертикали рухнули, человек остался беззащитен не только перед зависимостью, а перед своими страхами. Да, вот как писал Сергей Григорьевич Карамурза, что никакой эпохи не жаловалась так на духовное благополучие, как эпоха просвещения. С одной стороны, люди выбросили за борт Бога, и казалось им, что как только они выбросили, жизнь станет сразу лучше. Потому что ей было такое мнение, что наши неврозы просто происходят только потому, что нас на религии убедило, что, например, там сказать, пять женщин иметь там за три дня – это плохо, а если бы тебе об этом никто не говорил, значит, это и нормально. Но когда у человека была все-таки такая картина мира религиозной, он понимал, что есть Творец, есть Бог-Отец, этот мир, значит, есть промысел Божий. Человек не боялся этого мира, не боялся случайно какие-то события, самое главное – не боялся самого себя. Потому что он понимал, да, во мне есть совесть, во мне есть какое-то духовное начало, но во мне есть и мир Пашего Духа, но я с силой благодати могу с ним бороться. Как только Бога выбросили, объявили, что нет никакого духовного мира ни со знаком плюс, ни со знаком минус, страх не шел, страх усилился, потому что человеку сказали тогда вот это твой внутренний мир, это твой бессознательный, который может формировать какие-то образы, субличности, оно может воевать против тебя, да, там есть некое оно, которое может вести войну против тебя. И вот родилась вот эта паника, тревога, от которой человек пытается уйти всеми доступными способами. Вот есть даже научная работа профессор-каралинга, академик Дмитриева «Хомо-постмодерн» с психическими нарушениями в постмодерническом мире, которые как раз показывают, что человек лишённой эмпатии, то есть чтобы любить других, нужно же какой-то смысл на сцене, который ты можешь любить, который лишён понимания, что такое добро, что такое зло, он испытывает тревожность, как всё время человек описывает в состоянии паника на фоне обломка, в биоразлагающийся пластик, и он отчаянно ищет возможности как к чему-то прильнуть, чтобы своё непереносимое состояние унять. И поэтому он так легко вступает в какие-то субкультурные группы, в какие-то террористические сообщества, и он уходит в зависимость, чтобы как-то вот эту тревожность унять. И, конечно, когда у человека появляются картины мира, развлечения добра и зла, понимание, что и для чего ты делаешь, самое главное, возникает некое понимание, почему ты должен стремиться к любви, что для тебя любовь – это выход, тогда человек естественным образом уходит в зависимости. Конечно, сейчас возникают разные причины, там, дисфункциональность семьи, может, какие-то генетические факторы, но генетические факторы, они кодируют некую предрасположенность, но не жёстко кодируют саму наркозависимость. Я писал работу, которая, надеюсь, скоро будет уже вот издана на днях, «Мировоззрительный бум», «Наркотический бум и распад общества», где показал, что, в принципе, всё равно все причины, которые сейчас в отношении зависимости не называют, они приходят к мировоззрению. Говорят, это дисфункциональность семьи, но почему семья стала дисфункциональной? Потому что люди перестали понимать, для чего они вступают в брак. Потеряна вот эта великая цель, ну и понимание, для чего нужна семья, и поэтому семьи становятся больными. И только восстановление вот этой мировоззрительной картины мира позволяет человеку выйти вот из этого какого-то порочного круга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok